В Казани утвердили проект размещения коммуникаций для Большого Зеленодольска. Эта инициатива предполагает расширение Казани в западном направлении. Соответствующее постановление правительства Республики Татарстан подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В документе речь идет о создании проекта планировки и проекта межевания территорий для строительства системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения зоны, прилегающей к трассе Казань-Зеленодольск. Первым этапом этого проекта является все-таки формирование транспортной инфраструктуры. Потому что пока эта транспортная структура полноценно не сформируется в проектном плане, а частично даже не будет реализована, то возможности для развития вот этой смычки между Зеленодольском и Казанью она будет идти таким неровным, я бы сказал, и стихийным образом. Концепция Большого Зеленодольска предполагает строительство жилых массива вдоль оси трассы, связывающей Зеленодольск и столицы республики. Проект разделен на два этапа. Всего до 2030 года на 10 тысяч гектаров планируют возвести примерно 5,7 миллионов квадратных метров жилья. Строить будут как многоквартирные, так и индивидуальные дома. Эта связка между Казанью и Зеленодольском будет очень такой серьезной. Более того, сейчас же уже проектируется дублер Горьковскому шоссе, который пойдет ближе к Волге. То есть, ну, как бы вот эти все события, они приближают вот эту идею, что Казань и Зеленодольск постепенно начинают расстаться в единый такой двухъядерный центр Казанской агломерации. Помимо этого, Большой Зеленодольск предполагает возведение 44 детсадов, 25 школ и трех поликлиник. Строить новое жилье будут вдоль дорог. Для решения проблем с дорожными заторами разрабатывается проект по расширению Горьковского шоссе. Также прорабатывается возможность запустить электропоезда по маршруту Салават-Купаре, Новая Тура. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс.